Приветствую вас. Мне представляется так, что депрессия ваша вернулась именно из-за того, что вы изначально подавляете себя гиперответственностью за семью, с которой вы, судя по всему, уже не имеете отношения, потому что вы выросли, у вас должна быть своя жизнь, а то, что вы к ней привязаны, говорит о том, что вы зависимы от семьи. Любая зависимость, собственно говоря, она и приводит к депрессии. Соответственно, первоначально нужно разобраться с причинами депрессии, когда уже причины депрессии, если это действительно депрессия, то есть нужен диагноз. Когда это будет проработано, тогда уже можно будет, в принципе, говорить о том, что вам делать дальше. Пока что вы в своем выборе не свободны. Категорически и мыслите, я боюсь, что мыслите вы крайне искаженными представлениями, на самом деле, потому что так, как вы пишете, что я не могу бросить свою семью и так далее. На мой взгляд, это очень серьезная деструктивная позиция, потому что она не имеет ничего общего с реальным миром и взаимодействием между людьми. Так что этот момент нужно обязательно учитывать. Ну и вопросы вызывают, конечно же, то, что вы пытаетесь с собой справиться, пытаетесь себя подавить. Это тоже так называемые интроекты, то есть внешне, так сказать, инкриминированные вам суждения и ценности, вот, которые, собственно, к вам самой, да, отношения, ну, как такового не имеют. Потому что справляться с собой не нужно, а ваши чувства, да, нужно раскрывать и адекватным способом их реализовывать. И тогда ни с чем, как бы, справляться, да, не придется и будет, в общем, не нужно. Вот. Это ключевая история, ключевой момент, на который я надеюсь вы обратите свое внимание приставное. Вот. В целом рекомендация такая. Значит, более подробно нужно исследовать что? Более подробно нужно исследовать ваши отношения с мужчиной. Почему тут явно такой идет дисбаланс, да, то есть, почему мужчины требуют от вас делать то, что вы, в принципе, ну, не готовы, да. То есть, как бы, он знает это на самом деле, знает, что вы, ну, так вот относитесь к твоей семье, да, и, соответственно, почему-то реагирует. Все равно ставит вас в такое вот, ну, в такое состояние, да, в такую вот позицию, в позицию такого выбора. Вот. Нужно отношения с родителями исследовать, потому что то, что вы к ним привязаны, не можете их бросить, что-то убирается в очень деструктивное, опять же, представление о том, что вы принадлежите своей семье. Вот. Что вы должны. Вот. Что я не могу бросить свои семьи, то есть я должна быть с ними. Вот. На самом деле не должны, потому что, я уже повторяю, вы не являетесь предатком для своей семьи, вы самостоятельная личность, вы из семьи выросли, и это естественно, что теперь вам нужно создавать что-то свое. Вот. Но вы это отрицаете, соответственно, с этим не нужно работать. Ваша депрессия, по крайней мере, ее текущее проявление связано именно с тем, что вы идете против себя, против природы. То есть всегда, когда идет, всегда, когда человек идет против природы, против естественности, он испытывает боль. То есть ваше страдание, это признак того, что вы идете в неверном направлении. Вот и все. Вот. Вы прекрасно знаете, что вы хотите, но вы также знаете, что если вы это сделаете, то будете испытывать чувство вины. Вот. Соответственно, чувство вины. И нужно от него избавляться. Вам. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Если нет, то психологи к вашим услугам, я либо другой, либо любой другой психолог могут вам помочь. До свидания.